Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я хочу начать, ну скажем так, с завтрака, с вкусного завтрака. Я в прошлом влоге, ну в одном из предыдущих, показывала вот этот торт. Очень он нам понравился, и многие девочки спрашивали, чье это производство. Я не показала. Это производство Москва. И в каком магазине муж купил? Муж покупает его в магазине Реал. Очень он нам понравился, девочки, это обалденный просто торт. Кто не худеет, очень вам советую. Хотя я, например, считаю, что можно себе позволить редко, но можно на завтрак, например. Как часто очень делаю я, подобные вещи я ем всегда в первой половине дня. Ну и покажу вам свой завтрак, он не замысловатый, он не поменялся. Я всегда ем бутерброды или омлет, или яичницу. Но в этот раз еще маленький кусочек тортика. Но у нас маленький кусочек. Я всегда, ну, позволяю себе многое, но в маленьких количествах. Поэтому, поэтому, да, тем более на завтрак можно, и он безумно вкусный. Очень вкусный, но маленький. Много его не съешь. Вот. Так что вот так вот. Вот такой у меня бутерброд. Тоже ветчина, помидорка, без масла, без всего. Просто кусочек булочки. В начале я обычно съедаю что-то такое бутерброд. Если бы ела кашу, то кашу. А потом уже что-то сладкое с кружечкой кофе. Кофе я, конечно, обожаю. Последнее время пью с молоком. Так что вот такой завтрак у меня, ну, практически всегда, кроме сладкого. Сладкое не всегда у меня на завтрак. А в этот раз, почему бы и нет, мужу очень этот торт очень тоже понравился. Я думаю, что он у нас будет частым гостем теперь. Еще, девочки, сейчас хочу вам показать свой заказ с iHerb. У меня, кстати, многие спрашивают, как я там заказываю, когда сайт не работает. Не работает, девочки, только приложение и мобильная версия. То есть с компьютера, если зайти или полную версию зайти, то все замечательно работает. Единственное, что немножечко, ну, тормозить, да, то есть вот так вот, можно сказать. Вот, а в общем и целом все работает замечательно. Единственное, что доставка сейчас стала дольше. Мне шла доставка где-то две недели примерно. Может быть, чуть-чуть побольше. Вот так вот. И предыдущий заказ тоже примерно столько же у меня шел. Ссылки вам все оставлю внизу в инфобоксе на то, что я вам сейчас покажу. Ну, давайте начнем, наверное, с сыворотки. Помните, в прошлый раз я заказывала крем для области вокруг глаз и крем для лица от марки DERMA-E. И я решила попробовать сыворотку от этой марки. Кстати, те крема мне очень нравятся. Я их использую на ночь. Просто классные. А вот эту сыворотку у меня до этого была другая в такой оранжевой упаковке. Тоже заказывала с iHerb. Она мне нравилась. И я решила вот эту взять. Мне понравилась. Она не вызывает аллергию, не стягивает кожу, ничего такого. Очень классно. Вообще, сыворотки с витамином С я очень рекомендую. Они действуют, знаете, как... То есть, как бы на будущее. И эффект заметен спустя какое-то время. То есть, сразу так, что вы пару раз нанесли, там, омолодились или что-то в этом духе. Такого нет. Вообще, я замечаю, когда использую сыворотки с витамином С, улучшение цвета лица. И такая кожа становится более здоровой, более плотной. Мне нравятся сыворотки с витамином С. Вот эта тоже понравилась. Очень такая. Но она жирненькая такая. Вот. Еще могу посоветовать, кто вот не заказывает с iHerb, не хочет заказывать, да. Могу посоветовать сыворотку. Вот мне понравилась Pearl Drops, по-моему. Вот так она называлась от марки Lumine в таких капсулах. Тоже классная сыворотка. Вот эти, ну вот ничем не хуже, чем профессиональные марки. Я, по-моему, то ли от Janssen раньше покупала, то ли от Holy Land. Что-то такое. Ничем не хуже. Мне очень нравится. Хотя она здесь не в темном стекле. Но она стабилизированная. Обычно стабилизирует ее чем? Этим силиконами или что-то в этом духе. Но мне очень понравилось. Ну и давайте дальше. И заказала все тут самое нужное, скажем так, специи. Во-первых, я заказала вот такой большой пакет. Это укроп. Надежда на то, что я выращиваюсь в огороде укроп у меня уже нет. Да, ну я как-то во влогах вам показывала свой укроп. Конечно, да. Вот. Решила заказать вот такой большой пакет. Раньше у меня был укроп вот от этой марки. Simply Organic, да, она, по-моему, называлась. Я сейчас насыпала сюда вот этот вот. И от Simply Organic он крупнее порезан. То есть, если вы любите более крупный, то лучше вот этот, от этой марки заказывать. Если более мелкий, то вот этот. А так по аромату, по всему остальному. Видите, он даже зелененький такой. Ни с чем не сравнимо. Девочки, тот, который продается у нас в обычных магазинах, это просто какая-то ерунда по сравнению вот с этим укропом. Классный. В рыбный суп, например, вот я сейчас буду варить рыбный суп. Вообще к рыбке и куда угодно. Вот такой мешок мне хватит реально на год. Ну, хотя не знаю, я его часто использую. Может быть, и на меньше. Но мне понравился. Вот так называется марка. Ссылочку вам оставлю внизу в инфобоксе. Так, также я заказала вот такую соль. Тоже про нее очень много слышала. Вот, это розовая гималайская соль. Она по вкусу немножечко такая островатая. Очень классная. Там в отзывах я прочитала, что это не крашеная, обычная. Как-то там ее проверяют. Как-то разводят в стакане и так далее. Но я так не стала заморачиваться. Но отличается от нашей обычной соли. Я поставлю ее на стол. Буду использовать в качестве салатиков. Насыпала просто, точнее, добавлять в салатики. Да, вот в такую баночку. Тоже это у меня, кстати, было. Что это у меня был? Чеснок. Здесь у меня был. Я ее помыла. И будет у меня на столе стоять. Всем уже рассказала, что это чеснок. Можешь говорить, ты по цвету выбирала соль. Ой, да. Вот. И заказала еще вот такую приправу. Боже, как она пахнет вкусно, девочки. Это универсальная приправа. Вот от этой, да, Simply Organic марки. Именно. Боже, она так вкусно пахнет. Я ее добавила в мясо. Прямо обалденно. Муж мне говорит, что ты туда такой добавила ароматная. Реально очень вкусная приправа. Прямо обалденная. Я думаю, она у меня быстро уйдет. Так. Ну и, скажем так, под шумок. Я, ну в общем, там копалась на этом сайте. Копалась, копалась. И наткнулась вот на такой чай. Девочки, чай с лепестками роз. Ну, грех было не взять. Я же люблю розы. Я люблю розы в ароматах. Вообще, вот везде розы обожаю. То есть, не только как цветок, но и аромат розы. Очень люблю. И здесь как раз с лепестками роз. Этот чай содержит кофеин. Так что его нельзя. Он как бы считается успокаивающий, да. Но содержит кофеин вроде как. Я про него почитала. Но я вам ссылку оставлю. Кому интересно, вы почитаете. В общем, писали, что содержит кофеин. Поэтому я его пью. Видите? Три-четыре чашки в день, да. Можно пить. Вот. Я его пью одну чашечку днем. Попробовала. Он такой кисловатый. Пахнет. Пахнет он, знаете, какой-то восточной или индийской лавкой. Да, вот когда заходите, да. Где индийские всякие благовония, восточные благовония. Вот такой же аромат. Только не ядреный, а такой вот, ну, нежно уловимый, скажем так, нежный аромат. И по вкусу напоминает что-то среднее между травяным чаем и чаем крокодэ. Очень вкусно. Я прямо обалдела. Я не любитель чаев. Я больше люблю кофе. Но вот это я закажу еще раз. Сто процентов, девочки. Вот я буду оформлять заказ. И я закажу его еще раз. Обалденная. Так. И решила, ну, такой же заказать, только с лавандой. Вот. Это лаванда, мед и кто-то там еще. Кто-то там еще. Это успокаивающий чаечек. Попить вечерком. Видите? Это, думаю, это вообще. Вот этот чай, в него не нужно добавлять сахар. Я поначалу, когда попробовала, я ухнула туда сахара, как обычно. И он был приторно-сладкий. А вообще, это... Он сам по себе сладкий, видно, за счет меда. Пахнет лавандой, медом. Вот это сочетание. Вообще обалденно. Очень вкусный. Я вам советую, девочки, вот эти чаи. Там есть разные вкусы. Я сто процентов возьму еще вот этот. Вот этот, не знаю. Но вот. И еще, наверное, какие-нибудь другие вкусы попробую. И еще я заказала вот такое масло лаванды стопроцентное. Значит, вообще я лаванду не очень люблю. Аромат, я не скажу, что я от него балдею, фанатею. Вот. Но, видимо, как вы понимаете, видимо, когда я делала заказ, меня кто-то довел. Потому что лаванда, она же как бы успокаивающая считается. Вот. В общем, решила заказать себе какое-нибудь маслице, чтобы принимать ванну вместе с ним и так далее. До этого вот все эфирные масла и просто масла с лавандой, которые я когда-либо пробовала, лаванда воняла очень жутко. Вот этот очень мягкий, нежный аромат. Мне очень понравилось. Слушайте, я даже вот начала ценить лаванду, скажем так. Ну, прям прикольный аромат. Вот советую, девочки, честно. Очень классный. Вот. Так что все ссылочки вам оставлю. Ну, а сейчас пойду варить суп. Сварила я сегодня на обед два супчика. Один из них это вот такой рыбный. Я рыбный варю всегда с рисом и добавляю в него укроп. Как раз таки тот, который вот заказала на iHerb. И в этот раз добавила немного. Видите, он такой мелкий получается. То есть от Simply, да, правильно называется Organic. Он более крупный, более крупного помола, скажем так. А второй супчик я сварила просто с вермишелью. Это у меня для детей, для племянника. Потому что они у меня рыбу не едят вообще ни в каком ее проявлении. Поэтому для них вот такой супчик, для них кастрюлька побольше. А нам с мужем рыбный суп. Вообще я суп не очень люблю кушать с детства. Вообще ненавидела в детстве раньше ни борщ, ни вообще никакой вариант. А рыбный, так как я люблю рыбу, рыбный суп я всегда съем с огромным удовольствием. Обычно я особо даже не обедаю. То есть мне как-то хватает завтрака. Я уже об этом говорила. Вот такой вот у меня обед. Кстати, достаточно часто я могу варить два супчика. Здесь еще варю свеклу. Хочу ее потереть на терочке с чесноком. Не всегда добавляю, кстати, майонез или сметану. Иногда просто вот масло, соль, чесночок. Получается безумно вкусно. Ну и вот мой обед. Укроп. Очень люблю вот почему-то сочетание рыбы и укропа. И вот такой вот у меня кусочек хлебушка с хреном. И даже ветчина и лук молоденький со своего огорода. Укроп тоже у меня со своего огорода. У меня его, ну как бы он вырос все-таки, мой многострадальный укроп. Но хватает его исключительно вот на то, чтобы поесть, ну в салат добавить. Или вот так вот сверху. То есть как зелень поесть, посушить там и делать какие-то заготовки с ним. Не, у меня уже точно не хватит. Так что в этот раз вот такой у меня обед. Но рыбный суп, он, конечно, всегда, всегда для меня очень вкусный. И меня многие спрашивали по поводу моей кошки. Я ее редко очень показываю. Кошку зовут Гуня. Показываю ее редко, потому что она летом очень любит много времени проводить на улице. Она на улице спит, она на улице, ну постоянно. Даже если идет дождь, вот она такая сладенькая. Даже если идет дождь, она все равно находится на улице. Спит на крылечке или в беседке. Или вот в данном случае она вот на такой мягкой, как типа подушечке, это спортивного комплекса, в домике у детей. Если они там сами не находятся, то она спит. И даже дело не в том, что там шумно сейчас у нас дома, так как трое мальчишек. Просто она сама по себе такая, она зимой и в мороз может выйти на улицу. И то есть для нее как бы улица вот очень она любит. А мой рыжий кот, к сожалению, нет. Он у меня жуткий домосед, выходит вот вокруг дома так прогуляться. У него обычно вечерний променад, ну или если хорошая погода, вот, то он прогуляется. Я, конечно, ну я люблю всех животных. Для меня нет такого, что вот кого-то я люблю больше, кого-то я люблю меньше. Просто кто-то на глаза мне попадается больше, а кто-то меньше. Кошка, вот как я говорю, она на улице. Кстати, кошка меня не очень любит. Она больше, наверное, к моему мужу, потому что я провожу над ней всякие манипуляции. Видите, у нее такая шерсть, ее нужно вычесывать, так как она еще у меня девушка старенькая, ей 15 лет. И шерсть у нее уже, конечно, не такая, как она, когда она была молоденькая. Поэтому я ее вычесываю, я ее и помыть могу, и всякими препаратами от паразитов обработать. А вот мой кот, рыжий, любимый, солнышко мое. Смотрите, он на солнце вот так вот светится, именно поэтому я его называю солнышко. Потому что у него шерстка так светится. Вот кот у меня как-то менее обидчивый. Обидчивый, то есть я над ним какие-то манипуляции произведу, и он такой, ну типа, ладно, там, пообижается на меня денечек, а потом опять все нормально. Кошка у меня затаит злобу на неделю на меня, то есть ей неделю она от меня будет шугаться. Ну, не привыкла ко мне, наверное, кот как-то более привыкший. И вот даже на кухне, когда я готовлю, всегда вот находится кот, хотя не всегда он приходит, и собака. То есть они более у меня такие домоседы, нежели кошка. Кошка, она, ну, придет там, я ей дам кусочек мяска, и она поела и ушла. То есть нет такого. А эти будут сидеть, вот до победного будут сидеть и сидеть на кухне. Вот она еще на качелях, кстати, на этих любит спать. То есть она постоянно находится на улице, я ее не шугаю, не гоняю. Просто, ну, вот как-то, как-то вот она любит вот так вот. Да, она, кстати, минус 20 мороз, я уже сказала, выходит на улицу. То есть вообще с удовольствием. Вот, а кот, он домосед, поэтому чаще попадается мне на глаза. Здесь у меня, я вам покажу такой, ну, скажем так, перекус. Вот такой у меня сок. Это мне привезла моя сестра. Вот, сказала, что вкусный. Вот, но он действительно вкусный, хотя облепиху я, ну, как бы не очень люблю. Точнее, даже совсем ее не люблю. У меня даже в огороде ее нет. И хотя она полезная, я все это прекрасно понимаю, ну, так себе. Ну, вот сок, кстати, неплохой. Очень даже неплохой. Вот такой марки, в общем, привезла мне сестричка моя сок. Заботиться обо мне очень приятно. И еще она у меня, ну, такой по сравнению со мной вообще супер-мега-огородник. Потому что я-то так, можно сказать, для баловства. Она прямо очень любит все это дело. Вот, и она у себя на огороде вырастила вот такую фасоль. Это стручковая фасоль, вот как обычно зеленая, только она желтая. Но у меня сестра любит там всякие разные сорта понасаживать, знаете, там всякое такое. Она очень любит это все, любит с этим возиться. У нее всегда все хорошо растет, не то, что у меня. Вот, и вот она мне привезла, кстати, очень вкусные. Я сейчас буду готовить мясо с ними на сковородочке ВОК. Ну, пока буду готовить, я их буду есть. Потому что, кстати, они очень вкусные. Вот эта фасоль желтая, она не такая, как зеленая. Зеленая более такой яркий, выраженный вкус, что ли, имеет. А вот эта вот такая вот прямо мягенькая, нежная, очень вкусная. Ее даже вот просто вот так вот погрызть. Но я сделаю для своих мужчин с мясом и соевым соусом в сковородке ВОК. У меня чугунная сковородка. Ну, можно, мне кажется, на обычной сковородке. Ну, и плюс попью пока вот этот сок. Сестра сказала, надо оздоравливаться. Ну, раз она сказала, значит, надо. Сестра у меня старшая. Старше меня на три с половиной года. Разница-то у нас не такая же, как у моих сыновей, кстати. Тоже, да, разница три с половиной года. Ну, сок, кстати, вкусный. Выпила, стаканчик выпила. Вот, не скажу, что бутылку, зараза, но стаканчик выпила. Потому что облепиху не очень люблю. Варенье из облепихи вообще не, фу, для меня гадость редкостная. Вот. Так что сейчас будем готовить мясо. Я предварительно вот эту стручковую фасоль обязательно отвариваю. Вот. И еще чай. Вот я сейчас заварила чай с лепестками роз. Вот так он выглядит. То есть он не крепкий такой чай, да, то есть не ярко насыщенный, а немножко такой красноватый. Чем-то напоминает, да, вот чай с крокоди, который только тот совсем такой насыщенно красный, а этот слегка. Вот. Но видно, лепестки роз, может быть, дают такой эффект. И муж у нас еще на ужин тоже решил нас побаловать. Такой день у нас. Вот. Привез суши. Вот заказывает. Это не реклама девочки. Вот как бы чеки есть, да. Он у меня, кстати, достаточно часто покупает суши именно вот здесь. Вот. И у меня суши ни мой старший сын, ни племянник не едят вообще, потому что здесь есть рыба. А вот младший сынок, несмотря на то, что рыбу в чистом виде или в супе, например, он не ест, но в сушах с огромным удовольствием. Вот. Поэтому муж иногда нас балует сушами. Ну, я не против. Я их обожаю, естественно. Ну, везде, где есть рыба, я все это буду любить. Мне вообще все равно. Вот. Очень, кстати, вкусно. Вот. У меня сынок любит вот эти вот роллы, которые я вам сейчас показала. Вот эти красненькие. Он их всегда съедает. Ну, а племяннику я приготовлю мясо. Вот. С фасолью он как раз поест. С соевым соусом. Ну, тоже что-то будет такое японское, китайское, да, блюдо у него. Вот. Так что. Ну, вот эти суши очень вкусные. Очень муж у меня их достаточно часто покупает. И, кстати, хочу вам показать по ценам. Никогда не показывала. Может быть, кому-то будет интересно цены на суши. Я не знаю. Если честно, сама обычные не заказываю. У меня всегда муж занимается и доставкой суши в том числе. Потому что нам в пригород не возят. Есть одна компания, только которая привозит нам в пригород. Но у них очень невкусные суши и такие прямо мелкие. Поэтому у меня муж обычно сам за ними ездит. Но тоже готовлю мясо. Я предварительно его мариную в специях. Специях, какие у меня есть, это обязательно перчик, соль, соответственно. Здесь вот варится вот эта фасоль. У меня минут 5, максимум 8 я ее варю. Так как она свежая, очень такая мягенькая. И маринуется где-то минут 20, наверное, это мясо. Потом бросаю вот на сковородочку вог. Она у меня чугунная. Это кукмара как раз таки. Вот я заказывала ее. И обжариваю вначале само мясо. Вот, в принципе, на большом огне и обжариваю. Если у вас нет сковородки вог. Я раньше, до того, как у меня не было сковородки вог, готовила все то же самое, только на обычной сковородке. Единственное, на вог получается мясо более такое нежное, вкусное. Вот здесь еще буду варить макарошки. Вот у меня фасоль уже сварилась, стекла, водичка лишняя, да. И вот обжариваю мясо. И буду в конце, после того, как добавлю уже фасоль, я буду добавлять соевый соус. Вот, кстати, как-то муж тоже заказывал суши, вот Достоевский, да. И у меня остаются вот такие обычно суши, васаби, вот эти порционные. Я всегда их оставляю, кладу в холодильник и потом добавляю каким-нибудь блюдом. Всегда так делаю, кстати. Вот. Вот мяско у меня уже начинает обжариваться. Обжариваю его, ну вот, прямо до готовности. Оно поначалу, так как сковородка чугунная немножко прилипает у меня к сковородочке, а потом очень хорошо обжаривается. Так, вот я теперь добавила вот эту фасоль, слегка обжарила и наливаю в соевый соус. Как раз две вот эти упаковочки, там, по-моему, 30 или 40 грамм, этого вполне достаточно. Вот, наливаю вторую чашечку и все это буду перемешивать и потом выключать и накрывать крышечкой, оно будет настаиваться. Ну, соответственно, если вы добавляете соевый соус, да, я вот фасоль не солила вообще, а мясо немножечко я посолила, не так, как обычно. И вот такая вкуснятина у нас получается. Действительно, мясо получается очень вкусное, нежное, ну, прямо обалденное. Соевый соус, он всегда придает блюдам такой аромат, очень, ну, очень вкусный. Я думаю, что многие подобное что-то делали всегда. Так что это у меня будет кушать племянник. А я на ужин съем суши, ну, я обычно их немало ем, честно вам признаюсь. Ну, и в завершении дня я буду принимать ванну, девочки. Это балдеж, просто балдеж. В нее я насыпала соль, и на соли я вот такая, у меня, кстати, покупала ее в фикс-прайсе за 55 рублей. Она у меня уже давно стоит, крымская морская соль. Просто она обычная соль, не знаю, чем она отличается от необычной. И на нее вот накапала пару капелек вот этого масла лаванды. Ну, слушайте, оно действительно реально очень приятно пахнет. И принимать ванну вот с таким маслом, ну, просто какой-то, я не знаю, релакс, честное слово. Сейчас смотрю на камеру, у меня вода выглядит какой-то зеленой. На самом деле она не зеленая. А на лицо я нанесла вот такую масочку. Не помню, показывала ее или нет. Я заказывала ее тоже с iHerb. Часто про нее забываю. Это глина красная. Она мне очень нравится. Вот обычная голубая глина, которая продается вот у нас в аптеках, да, голубая, серая, там какая-то белая глина. Ничто по сравнению вот с этой именно. Она как-то даже помимо того, что хорошо очищает кожу, она ее и питает. И очень классно делать такие маски именно тогда, когда вы лежите в ванной. Тогда она не так сильно подсыхает. Я прям не жалею. Наношу таким толстым слоем. Делаю как густую-густую там сметану прямо такую. Вот. Ну и потом, конечно же, книжечка и чай с лавандой. Такое настроение лавандовое. Ну прям вообще, девочки, чаите. Очень вам советую. Вот чай с лавандой, он уже такой более желтенький. И он с лавандой и медом, да. И он такой тоже некрепкий, ненасыщенный получается такой. Но насыщенный при этом аромат. Я имею в виду ненасыщенный цвет. Но очень вкусный. Прямо, знаете, так прям расслабление такое вообще. Релакс. Я спала, девочки, как младенец. Честно вам признаюсь. Еще почитала книжечку «Две Дианы». Очень, кстати, интересно. Мне очень понравилось. И я с огромным удовольствием ее читаю. Думаю, тоже достаточно быстро ее проглочу. Так что на сегодня я буду с вами прощаться на такой релакс-ноте. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Ссылочки я вам оставлю внизу в инфобоксе. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую. И до новых встреч.